Мой первый день в качестве бойца 501-го. Было жарко. Вокруг песок и хаос, ничего похожего на симуляторы на камина. В конце концов, для этого нас всех и готовили, так ведь? Нас растили и годами тренировали, но все же нельзя быть готовым ко всем этим крикам и крови. Честно говоря, я удивлен, что мы смогли пережить первый час боя, не говоря уже о первом дне. Удивительно, но 501-й пережил горнила Джоанозиса, закаленной битвой и готовый ко всему, что сулила ему война. Финальные месяцы Войны Клонов, 501-й выполнял миссии особой важности для канцлера Палпатина. Когда мы прибыли на распаханные бомбами-руинами Майгито, наш джедай-командир думал, что нас послали вывести энергосборник дроидов. Но вот чего не знал Киадимунди, наш отряд на самом деле искал экспериментальный майгитский источник энергии, который нужен был канцлеру для его суперлазера. Оставлять Мунди в неведении было непросто, джедаи все сильнее в чем-то подозревали канцлера и все настырнее искали следы предательства. Но как и остальные джедаи, Киадимунди не почуял неладного до того момента, когда было уже слишком поздно. Успех миссии на Майгито был чем-то вроде откровения для бойцов 501-го. Внезапно мы осознали, что джедаев можно одурачить, а того, кого можно обмануть, можно и убить. По мере усугубления войны клонов, все больше и больше наземных войск было вынуждено участвовать в орбитальных битвах. 501-й не был исключением. Месяцами все время, пока мы не сражались, мы проводили в симуляторе, готовясь встретить врага из кабины 170-ки. И вот пришел день, когда у нас выросли крылья. Кайнес устроила дерзкое похищение канцлера, которого должен был вывести целый флот сепаратистов. На планете было всего несколько летчиков-ветеранов, поэтому многие бойцы 501-го должны были помочь задавить сепаров огнем, чтобы дать двум рыцарям-джедаям время и возможность спасти канцлера. После того, как мы вывели из строя последний линкор, генералы Кеноби и Скайуокер воспользовались обеспеченным нами преимуществом и освободили канцлера. И забрали всю славу себе. Про 501-й легион говорили, что мы наслаждались самыми славными битвами, но иногда мы были по уши в дерьме. На филуции стальные лапы сепаров окопались в этой адской грязевой яме и затянули республику за собой. И мы повелись. Мы торглись на филуцию только для того, чтобы месяцами страдать от разъедающих плоть болезней, стать добычей ночных ввежащих хищников и других ужасов, которые преследуют меня в кошмарах по сей день. Нас отрезали от основных сил. Казалось, что командование нас оставило. Единственной надеждой была Эйла Секура, наш джедай-командир. Без ее железной воли ни один из нас не смог бы выбраться из этой мясорубки в здравом уме или вообще живым. Надеюсь, ее смерть была быстрой. Она этого заслужила. Когда 501-й наконец-то отозвали с Филуции, Эйла Секура на прощание сказала нам, что мы самые храбрые воины, которых она встречала. Хорошо, что на нас были шлемы. Ни один боец не посмел взглянуть ей в глаза. Когда сепаратисты застали Республику врасплох, вторгнувшись на Кэшиик, части 501-го были направлены туда, дабы спасти планету хотя бы на время до прихода подкрепления. Это была самоубийственная миссия, и все мы об этом знали. Уже на подлете к планете, когда мы провивались через атмосферу Кэшиика, большинство из нас верило, что единственный путь выбраться с планеты – это мешок для трупов. Когда мы прорвали блокаду сепаров, я взглянул на битву, бушевавшую на поверхности планеты и задумался, с чего это столько братьев должно погибнуть ради кучки ходячих мешков с мехом. Но я исполнил приказ и направился на поверхность. Приземлившись, мы поняли, что все оказалось еще хуже, чем мы рассчитывали. Дроиды превосходили нас тактикой, огневой мощью и числом пять к одному. Но никто из нас почему-то не брал в расчеты Вуки. Конечно, мы все слышали истории, но ни один из нас не сражался с ними плечом к плечу, не видел, как они разрывают дроидов на части голыми руками. Это было потрясающе. Но все же это была самоубийственная резня. До того момента, пока не прибыл Мастер Йода. Тогда резня обратилась битвой. Битвой, которую можно было выиграть. С лидером джедаев мы смогли выстоять. Мы улетали с Кэшиика героями. Через годы мы вернемся сюда, как завоеватели. Мы нутром чуяли, что война близка к завершению. Галактика замерла в ожидании момента, когда одна из сторон конфликта сделает финальный отважный ход. Колесо Фортуны выбрало республику. Когда канцлер оповестил Совет Жедаев о том, что генерал Гриус и лидеры сепаров прячутся на Утопау, генерал Кеноби собрал огромную армию, достаточную, чтобы захватить три звездные системы. И когда пришел приказ атаковать, наша мораль взлетела до небес. К лучшему или худшему, это стало началом конца. Смерть генерала Гриуса от рук генерала Кеноби привела к тому, что атака на Утопау переломила хребет сепаратистов. При нормальном стечении обстоятельств нужно было праздновать победу. Но наш следующий приказ поставил крест на этой затее. Что я лучше всего помню о воцарении Империи, то каким тихим оно было. В последние часы Войны Клонов 501-й легион был переброшен обратно на Корусант. Дорога была тихой. Всем мы знали, что сейчас произойдет, что нам предстояло сотворить. Были ли у нас сомнения? Наверное. Но никто не проронил ни слова, ни во время полета на Корусант, ни когда поступил приказ 66, ни когда мы маршем шли по ступеням храма джедаев. Ни единого слова. С падением Корусанта и уничтожением предателей джедаев приход Палпатина к власти стал безоговорочным. В знак признания наших заслуг и верности Империи 501-й был помещен под прямое командование Лорда Вейдера. Вооруженный новыми смертоносными орудиями, ревущими кораблями и сияющей новой броней, мы оповестили Галактику о том, что дни Старой Республики были сочтены. Мы ковали новую эпоху. Эпоху порядка и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова